Кроме вот таких вот отдельных важных типов графа, есть несколько понятий, которые обязательно надо знать. А именно, надо знать такое слово, как связный граф. Связный и связный? Связный и, соответственно, что такое компонента связности? Граф называют связным. Если от любой его вершины до любой другой, можно дойти по его рёбкам. Не обязательно, одним способом, может быть, несколькими, но можно дойти. Всё понятно? То есть, ну, пример. А бывают такие графы, что нельзя. Да. Сейчас объясню. Вот до коронавируса самолёты летали? Да. Согласны, что можно было из любой страны перелететь в угол? Да. То есть, человеку нужно было визу иметь, паспорт иметь. Всё понятно. Но, по сути, у людей много путешествий, так? Отлично. Дальше в какой-то момент объявили. Что объявили? Карантин. Карантин. А что это означает? То есть, самолёты больше не летают. Да, они прекратили летать. И вдруг выяснилось, что есть целые страны, которые вообще запрещено летать. Ну, по сути, конечно, это было не совсем так. Всякие там специальные самолёты, там, всякие дипломатические, медицинские, они всё-таки продолжали летать. Даже если смотреть только на общегражданские рейсы, то тогда связанность двум исчезла. Давайте чётко поймём, что такое компонент связанности. Вот, если у вас есть какой-то граф, скажите, пожалуйста, сколько компонент у вот такого графа? Три. 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 Это граф, у которого три компонента. Вот это она компонента, это другая компонента, это третий компонент. Компоненты связанности графа называют вершины, до которых можно из методовой вершины дойти по нему. Берём одну вершину и смотрим, куда можно дойти. Это одна компонент. Берем какую-то другую вершину, где еще не было, и смотрим, из нее куда можно дойти. Другая компонентка. Еще берем еще. Все понятно? Отлично. Отлично. Это что такое связанный граф? И что такое компоненты связанности? Любой граф однозначно разбивается на свои компоненты связанности. Так? Каждая компонента связанности это что? Это граф. Хорошо. Это мы с вами сделали. Теперь следующее понятие в высшей степени. И до этого тоже. Дай вам на них не сейчас. Что такое дерево? Давайте. Дерево это граф, у которого нет цикла. Не совсем. То есть вы правы. Это граф. То есть в этом смысле вы правы. В котором нет ни одного цикла. Нет ни одного цикла. Вот, я объяснял. Нельзя, двигаясь по ребрам, вернуться в исходную точку, не пройдя никакого компонента. Двигаясь сегодня по разным ребрамам. В котором нет ни одного цикла. Это правда. Но вы еще забыли, что это очень важно. Дело в том, что то, что вы сказали, это не дерево, а это лес. А дерево уже связанное. Молодец. Дерево это связанный граф. Это связанный граф. А вот если это слово здесь не говорить, то будет лес. Лес состоит из нескольких деревьев. Правда? А не сможете сказать, что это новый деревьев? Лес? Конечно. А помощь понятно. Несколько деревьев лесуешь, лес получился. Понятно. Хорошо. Хорошо. Теперь давайте зададимся вопросом. Вот у вас есть дерево, в котором некоторое количество вершин. Ну, например, 100 вершин. Ну и n вершин, как вы начинаете. Скажите, пожалуйста, а сколько днем ребер? Да, пожалуйста. Днем ребер 100 умноженное на 99 деленное... Неверно. Неверно. Просто 100 минус 7. 99, конечно. Господа, это, с одной стороны, очень простая штука, а с другой стороны, очень важно. Вот если здесь написать не 100, а n, то, соответственно, здесь будет n, 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 6. То есть нет вообще ни одного цикла, это нельзя? Если граф связанный, и в этом графе у нас n вершин, и нет ни одного цикла, в таком случае ребер ровно на одно меньше, чем вершин. Очень важно, чтобы сейчас кто-нибудь из вас это объяснил на все. Доказал? Да. Я помню, мы доказывали методы... Что мы там доказывали, это вопрос глубоко неинтересный. Еще раз говорю, каждый из вас может и здесь учить много чего, и в других местах может. Это все замечание. Вопрос вот сейчас. Можете? Просто дерево. Да. У графа дерева есть начало, сколько-то... Начало дерева, кстати, называют кольм. Кольм и крона. Ну, это, как раз, не говорю, нет такого термина. Ну, вот, крона есть, нет, корень есть, есть такой термин, да. Корень и все остальные решения, да, и что? А между ними ребер на один меньше, так как... Почему? Так как есть начало и конец, так как он не замкнут. И что? Нет, еще раз. Душой я абсолютно с вами. То есть, теорема верна, и по сути я понимаю, о чем вы хотите сказать, но вы это не говорите. Можно и... Проблема в том, что вы сейчас что-то знаете, душой это, понятно, да? Вы не можете четко это высказать. У связного графа ни в коем случае не должны вот из одной вершины, она должна быть соединена, во-первых, с каждой один раз, а во-вторых, ни в коем случае... Она не обязательно с каждой сыгна напрямую, она будет соединена через несколько вершин. Да. Деревья бывает довольно хитрые. Да, вот, но ни в коем случае не может быть соединена вот одна вершина с еще одной. Потому что... С чего это? С чего это? Вообще-то, секунду, секунду. Нет. Вот она, секунду. Она может еще с одной. Деревья бывает самые разные. Вот вам вполне себе дерево. Кроме того, что у дерева не может быть столько вершин, сколько вершин? Вот вам картинка. Вот я могу нарисовать еще другую картинку, пожалуйста. Вот я могу взять, продолжить и еще. Ну и так далее. Я могу нарисовать это много-много-много. Вопрос, почему все время будет верна вот эта формула, что количество ариопер на единице меньше, чем число вершин у дерева. Да. Потому что, если доказательство противного... Нет. Нельзя от противного. Не то, что нельзя от противного. Мне нужно не рассуждение об нету доказательства, а само доказательство. Да, можно доказательство от противного. Давайте. Ну, допустим, если можно, тогда хотя бы на столько же и больше. Не понимаю. Не то. Можно к десяти лет. А зачем? Чем? Ну, хорошо. В общем, сначала мы граф как бы начинаем... Не надо рисовать. Просто скажи словами. Хорошо. Вот, значит, мы граф откуда-то начинаем из начальной точки. Да. Это одна точка. И когда мы рисуем каждую новую линию, каждое новое ребро рисуем, то мы в конце его должны поставить вершину. Вы понимаете? Идея такая, что любое дерево в конечном счете возникает из своего там семечка, зародыша, крышка маленького, да? Вот оно даже растет, 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 и все время эта формула верна. Так? Да. Отлично. А теперь я вам задам первый вопрос. А почему любое дерево можно... И вот что это такая за особая точка, что вы с нее начали? Почему у любого дерева есть такой вот корень? Это может быть любая точка. Потому что... Любая? Ну... То есть вы хотите сказать... Любая точка на дереве могла быть начальной. Нет. Нет. Любая или не любая? Я думаю, любая. Любая точка на дереве могла быть начальной. Да. Вот вы мне ткните, и я ее... Ну да. Представьте себе, что у нас такая вещь. Это вот такие действия небольшие, тяжелые, маленькие, маленькие. А между ними прочные, тоненькие палочки. Замечательно. Берем, скажем, за это место и поднимаем. Вы согласны, что тогда на следующем уровне будут вот эти вот четыре? На следующем уровне будут вот эти. Понятно? И все получится. Вот это объявляем корнем. А, ну да. На самом деле, любая вершина может быть корнем. Поняли? Да. Ну да. Все. Как лучше? Ну, в смысле поднимаем. Берем, объявляем. Подождите, какую точку хотите корнем? Ну, допустим, вот эту. Вот эту. Замечательно. Это является корнем. Корень. Корень. Кстати, у меня нужен вопрос. С какими примерно графами приходится работать на Браховске? Так и не ответили. Да. Ну, еще в школах очень часто кто с кем будет сидеть. И вот у меня есть учительница. Опа. Важнее вопроса не бывает. А главное, по вашим представлениям, в школе это же сколько народа. Это же целых там 30 человек, да? Это ж жуть какая-то. Какой доклад. У нас 23 лет. Типичный граф, с которым приходится иметь тело. Это, например, граф какого-нибудь там Юхимова. А вот есть такая штука. Подписчики, друзья. Опубликованные видеозаписи. У каждого про эту запись что-то сказано. Скажите, пожалуйста, это 30? Очень большое. Да, миллиард. Это миллиард, конечно. Даже более что. Это хуже миллиарда. 7 миллиардов. Это хуже миллиардов. Нет, не потому что людей больше миллиарда, а потому что некоторых людей снимали больше одного раза. И количество этих записей растет, понятно, да? С огромной силой. Да, да, да. То есть не кто-нибудь, а во многих листах. Очень много человек. Ребята, как только у вас возникли компьютеры, возник интернет и возникло вот это вот огромное общение людей из разных мест друг с другом, так задачи о графах из задач о пяти вершинах, десяти вершинах сразу перешли в задачи о сотнях тысяч, миллионах и миллиардах вершин. Потому что в реальности для какого-то гугла, для такого типа компьютерных фирм нужно легко обрабатывать информацию на фантастических по размеру деревьях. Вот никто не задумывался, вы пишете какую-нибудь там, неважно, в любой социальной сети публикацию, странным образом компьютер мгновенно находит кому ее послать. То есть она высвечивается у таких-то людей. Интересный образ, да, как-то вот в этих, да. Так что, ребята, теория графов, конечно, стала абсолютно прикладной наукой где-то вот ближе к концу двадцатого века. Она стала абсолютно прикладной, потому что огромное количество алгоритмов просто вот абсолютно нужно, чтобы были на компьютерах реализованы. Это графы стали как простые числа, получается? Очень многое в простых числах – это, что называется, баловство. И по-настоящему приложение к практике простых чисел – это приложение криптографии. Это, конечно, тоже очень важно, и без этого там никакие банки бы не работали сейчас и так далее. Но это все только одна часть жизни. А если вот порушить вообще структуру обработки информации на компьютерах, то порушится просто все. Но у вас файловая система на компьютерах, все понимают? Да. Что у вас есть директория, файлы, а файлы сами по себе состоят на… Здесь есть чего? Из битов. Ну, не из битов там чуть-чуть, а чуть-чуть покрупнее. Так, идея понятна пока? Да. Так вот, встали в корень, встали в корень и дальше говорим простую вещь. Вот у нас, если один корень, то формула верна. Правильно? Да. Замечательно. Проведем из этого форма ребро. Ребер стало на одно больше, вершин стало на одну больше. Формула верна? Да. Ребер на одно меньше, чем вершин. Не обманете. Вот у палки два конца. 2-1 равно 1. Так, ну а дальше все просто. Вот мы провели одно ребро, стало лучше, да? От него еще проведем. И опять, вот эти числа оба увеличились на 1. А там еще проведем, понимаете, да? И так это будет расти, 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 расти. У нас все время увеличивается на 1 количество вершин. В какой-то момент это становится и получим все. Договорились? Да. Вот она форма. Она очень важна. Она действительно очень-очень важна. И часто бывает, что на первый взгляд вроде бы задачи к этому никакого отношения не имеет. А вот на самом деле это вот в точности. В точности эта формула. Хорошо? Хорошо. Это мы объяснили. На самом деле потом про это мы еще задачи будем решать много. Но я не хочу, я сейчас, я хочу немножко еще терминов находить. Господа, есть такое понятие хроматическое число. Хроматическое число. Это вот что такое? Количество красок, которые необходимы, чтобы покрасить вершины так, что соседние обязательно разные цветы. Да. А это случайно не четыре? Ну, там, ведь каждую карту можно вот таким вот образом покрасить в четыре цвета. Каждую политическую карту. Да. Только не любой граф является политической картой. И для него четыре краски совершенно не нужны. Сколько здесь красок досталось? Две. Две, конечно. Вот это красим в один цвет, это во второй. Все, поверь. Ну, вдруг уже три цвета. Что такое для треугольника? Ну, вообще-то да. Для треугольника нужно три цвета. А для дерева всего два. Молодец. Докажите. Это правда. Это то, что я сейчас хотел рассказывать. Для дерева всего два. Почему? Для дерева два, да. Это ровно только, что я хочу сейчас сказать. Мы дерево практически можем разделить на пазлоя. То есть первый слой, второй слой, третий слой, четвертый и так далее. Как? От корня? Да. Молодец. Это шахматная раскраска, если угодно. Смотрите, какая история. Так, единственное, я не знаю, я боюсь, что будет плохо видно. Господа, давайте сделать так. Я вот беру корень и не буду никак выделять, а поставлю наоборот крестики какие-нибудь, вершины, которые с ним соединены. Могу? Да. Могу. Но зато вот эти я выделю в кружочек. А, потому что они с ним еще кунду. Справа сам. Поставил крестики рядом. Поставил кружочки. Согласны, да? На который еще крест? А, ну, совершенно верно. А потом рядом с кружочками поставил крестики. И так как это дерево, то нельзя соединять вот эти вот черные черные. Мы двигаться от корня, и мы никогда не... Вот если бы мы двигаясь от корня, пришли бы куда-то и потом другим способом, то это назывался по циклу. Или если бы вернулась в корень, или это просто если совпали. Но выйдя из корня в разные стороны, мы уже никогда не сойдемся. Да. Вот и все. Получается, что хроматическое число дерева это сколько? Два. Самые нижние. Самые нижние, совершенно верно. И сам по верху. И сам по верху. Ну, вот и все, и все. Два. Два. Да. Любое дерево можно покрасить в два цвета. Что? А хроматическое число это только термин для деревьев? Нет. Вообще нет. Для любого графа. Для любого графа. Если это был бы термин для деревьев, то бы его не назвали хроматическое число. Конечно. Ну, а просто слово вады и все.